Всем привет! У меня на канале был опубликован опрос для россиян, для жителей России по поводу отношения к происходящему на Украине, к войне. Три вопроса, каждый из которых определял отношение к войне. Одно из чувств по первому варианту означало поддержку войны. Одно из чувств по второму варианту означало осуждение войны. И третий вариант это безразличие, то есть за, против и воздержался. По результатам вы видите 79% большинство россиян выразили сожаление происходящим, то есть не поддержали агрессию. В самой России во многих городах проходили акции и продолжают проходить антивоенные акции, жестокие задержания, избиения, все как у вас в России принято в этом отношении. Многие актеры, деятели искусства, спортсмены не побоялись, выступили с осуждением войны. Среди моих зрителей, большинство, вот 79% оказались нормальными людьми. То есть людьми достаточно умными, чтобы не подвергнуться влиянию пропаганды российской массированной, которая занимается годами оглуплением населения России. И достигла в этом потрясающих успехов. Это люди, которые в ладах со своей совестью, со своей моралью. Которые понимают, что когда большое государство с сильной армией нападает на государство, которое значительно меньше и армия, которое значительно слабее, и начинает его утюжить бомбами, ракетами, что это нехорошо. Нашлось 14% тех, у кого интеллектом некоторые проблемы. Кого удалось убедить в всяких фейках про 8 лет. И у кого проблемы с порядочностью, с элементарной. Для которых нормально, когда сильный обижает слабого. Брат брата. Берет и лупасит. Приводятся в комментариях всевозможные оправдания. Как правило, абсолютно нелепые. Давайте начнем со сравнения. Вот США, Югославия. А вот там Ирак, Афганистан. Вот такое. Есть определенный порядок. Когда что-то подобное происходит, например, массированное нарушение прав человека, в том плане, что геноцид, угрозу жизни мирного населения, какие-то происходят проблемы. Как это было, например, в Югославии. Если брать вариант Косово, который приводится. Во-первых, решение не принимает одна страна. Это всегда какой-то консенсус стран. Это, как правило, проводится каким-то решением ООН. В данном случае Россия просто единолично, даже ОДКБ не подписался. Россия просто взяла и начала войну. Сама, по своему разумению. Никакого там решения ООН нет. Никакого мандата на проведение миротворческих операций. Вообще ничего. Наоборот, осуждение. Вот пишут, вот китайский Си Цзэмпинь поддержал. Нет. Это вам рут. Он не поддержал. Он не осудил. Он сказал, что надо мирно договориться. Вот лучше было бы решить мирно, сказал Си Цзэмпинь дословно. Если другие там, ну, американцы там, европейцы, они осудили, выступили с осуждением. Си Цзэмпинь с осуждением не выступил. Но он не выступил с одобрением. Он не высказал одобрение. Си Цзэмпинь это самый выигрышный. Вот Китай самый выигрышный из всех. Потому что России путь на запад закрыт. Все. Закрыт, замурован. На годы вперед. Соответственно, остается Китай. Теплые объятия Китая. Который будет покупать российское сырье, российские богатства за копейку, за бесценок. Не хотите, нюхайте свой газ сами. Опять же, если взять сравнение с Косово. Вот наиболее близкий говорит, а вот как Косово. Если бы, да, есть сепаратистские регионы. Благодаря России возникшие сепаратистские регионы. Вот районы Донецкой и Луганской области. Если бы Украина начала там все. На танки сели. Давай бомбить самолетами. Танки въехали на территорию. И давай пытаться силой захватить, решить вопрос сепаратизма силой. На что, кстати, они тоже имеют полное право. Ну ладно, там возникает некоторая гуманитарная проблема. И действительно, для защиты населения можно было бы как-то это обосновать. Но этого не было. Были взаимные перестрелки через границу. Пишут мне около две или три сотни комментариев, как под копирку написанных. Восемь лет Донбасс. Вот, восемь лет Донбасс. Или у вас ток-шоу было там в России. Вы ток-шоу посмотрели какое-то. Или вам какое-то кино показали. Люди просто один за другим, как под копирку. Извиняюсь, а год назад, полгода назад вы хотя бы что-то про это знали вообще? Этого вопроса вообще не было в повестке. И как так? Восемь лет долбали и всем пофиг было. Вот вам, России было пофиг. Потом говорят, нет, а вот Донецк и Луганск сейчас попросили. Это области Украины. России вообще никакого дела, вот так если в принципе разбираться, быть не должно. Какой-то гуманитарной катастрофы. Извиняюсь, на танках никто там по Донецку и Луганску, кроме самих россиян, не ездил. Вот это основание, это лажа полная. Это не основание. И никто из других мировых стран это не признает. И это не будет признано как какое-то основание. И он выступит с осуждением. Какой-то фашизм? Какой фашизм? Извиняюсь, когда в Санкт-Петербурге бабушку-блокадницу менты тащат в автозак. Вот это фашизм или нет? Вы на Украине фашистов не ищите. У вас фашисты все по своим городам сидят. Где нацификация? А кто вас уполномочил вообще? Кто Россию в принципе уполномочил что-то подобное делать? Кто такая Россия? Какой-то моральный авторитет? Страна, в которой выборы не проводились уже забыли. Честные выборы, понятия в России вообще не существуют. Какой-то вечный там сидит президент. Малейшее несогласие винтят дубинами. Оппозиция по тюрьмам сидит или выдавлена за границу. Извиняйся, Россия это не та страна, она не является никаким авторитетом вообще ни для кого. Была страна-изгой лайт, сейчас станет страна-изгой без лайт. И вот эта страна берет на себя право кого-то учить. Кто-то там должен автономию, кто-то должен что-то делать. А какое ваше дело? Вы кто такие? Единственное право, которое у вас есть, которое вы себе присвоили, это право силы. На основании права силы происходит то, что сейчас происходит в Украине. Но на удивление, к удивлению, Украина почему-то не сдалась. Вот по всем планам Украина уже должна была сдаться. Она не сдалась. То, что сейчас начинает происходить, я смотрю на немецком языке. Новости немецкие. Какие в плане санкций, какие меры все это принимают. То есть, России грозит полная экономическая изоляция. Постепенно, потихоньку Россию будут душить экономически. Россия и так живет небогато. Население, россияне, в том числе и те, которые ни при чем абсолютно. Вот эти 79 процентов, которые у меня на канале, оказались порядочными людьми. Они ни при чем. Они не поддерживали это. Они выбирали этого президента. Но они тоже сейчас будут страдать. Они тоже станут жить хуже. В Германии немцы не все поддерживали Гитера. Они все были фашистами. Получили по счету в итоге все. У меня от канала отписалось 450 человек. Процесс вот этих отписок остановился. Я сознательно не мог не выразить свою позицию. Понимаете? Да, у меня там кошечки и лебеди. Но есть вещи, по которым человек должен занимать какую-то позицию. Вот война, война двух народов, которые близки мне и русские и украинцы. Оба народа мне близки. И вот когда там начинается война, я не могу не выразить свое отношение. И мое отношение очень простое. Виноват агрессор. Как правило всегда виноват агрессор. В этом случае виноват на все 100 процентов. Нет никакого оправдания вообще. Просто наглая агрессивная война. Ничем не спровоцированная. Вы можете себя успокаивать сколько угодно. Фантазировать, что-то придумывать. Что-то вы с кем-то боретесь там. С фашистами, нацистами. Кого-то там защищаете. Ни с кем вы не боретесь, никого вы не защищаете. Ваши руководители просто начали агрессивную войну. Ввиду своих каких-то фантазий. Ввиду странностей картины мира, которая у них в голове. Вот пишут. Это НАТО. Почему НАТО нас окружает? Какое НАТО? 91 год. Все уже случилось. Тогда. 30 лет назад. Если вы не знаете. 6 процентов протяженности границы России со странами НАТО. Уже. Украину вообще вопроса не было о приеме Украины в НАТО. Заявление поданного. Рассмотрения вопроса не было. Вообще ничего такого нет. Перспективы членства Украины в НАТО. Они даже не рассматривались. Это было какое-то необозримое будущее. При том, что сейчас страны скандинавские. Они уже говорят. Финляндия, Швеция. Мы бы в НАТО, пожалуй. Сегодняшняя новость. Дополнительные силы сейчас. Начинают размещаться в странах Балтии. В Польше. В Румынии. Наоборот. НАТО. Сейчас после этого нападения на Украину. Вот сейчас действительно НАТО приблизится. И приблизится конкретно хорошо вооруженно. Россия становится врагом. Конкретным врагом. И цель. Я боюсь, что второй раз, как было в 1991 году. В начале 90-х. Когда Советский Союз разваливался. Когда спасали. Пытались подкормить. Такого больше не будет. Будут разваливать. И развалить до конца. До распада страны. Вот урок учтен. Что спасать Россию не надо. И ничего хорошего из этого не получается. Также вывод. Который я услышал. И который очень неприятный. До этого. Всегда старались в санкциях. В каком-то отношении. Разделять власть и народ. Как бы да. Применять санкции. К каким-то олигархам. Применять санкции. К окружению Путина. Но чтобы эти санкции не затрагивали жизнь простого народа. Чтобы вот это кончилось. Сейчас санкции будут против всех. Включая против простых людей. То есть на Западе пришли к выводу. Что народ России точно так же ответственен за происходящее. То есть не только несчастный народ. Который мучается под гнетом какого-то тоталитарного режима. Нет. Тоталитарно мыслящий народ. Вместе со своим режимом. Представляет угрозу. Вот так изменилось. Это ужасное изменение. Это несправедливо. На самом деле. Может быть. Потому что действительно в России. Огромное число людей. Которые не согласны. Но впредь будет так. Теперь. Народ и партия действительно едины. Все это очень печально. Значит. Мне. Отписки. Вот ваши. Мне вообще все равно. Вот я не испытываю ни малейшего сожаления. Когда человек. Который. Или глуп. Или. Имеет какие-то странные моральные качества. Которого доставляет удовольствие. Когда убивают там людей. Мне такие люди не нужны. Но совесть у меня будет чиста. Еще мне говорят так. Вы. Ваша площадка. Вы. Стали разделять людей. Нет. Я не стал разделять людей. Наоборот. Я дал возможность. Вот тем. Вот этим 79% нормальных. Вообще-то всем я. Россиянам. Дал возможность. Проявить себя нормальными людьми. У меня на канале очень много зрителей с Украины. И здесь. Вот я читаю. Да. Житель Москвы. Выражает свою поддержку. Украинцам. Здесь у вас есть возможность показать. Что вы нормальный человек. С совестью. С честью. Пусть маленький. И маленькую капельку ответственности. С себя снять. Морально ответственность. Показать. Что да. Вы. Не. Такой. А скотиненный. Пропагандой. Вы не какой-то зомби. Вы не моральный урод, который радуется бомбам, которые падают на города соседнего государства. И вот мой канал дает эту возможность. Проявить себя нормальным человеком. И очень многие этой возможностью воспользовались. А если вам такая возможность не нужна. Чемодан. Вокзал. Россия. Это лозунг на все времена. На этом все. Пока-пока.